Три трапезы у нас в субботу. Первая, вторая, третья. Чем они отличаются? Духовные корни первой, второй, третьей трапезы. Вообще человеку по его природе положено кушать один раз в сутки. Так это было. Одна трапеза в день. В субботу две. Мудрецы ввели третью трапезу. Это все соответственно с духовными корнями. Не просто ввели, а потому что изменилось состояние мира после разрушения храма и так далее. Так вот, что значит первая, вторая, третья трапеза? Первое – это вход в субботы. То есть, когда начинает проявляться высший свет и получение высшего света в душу. Это является духовным аналогом первой трапезы. Вторая – это трапеза, это духовное возвышение не в начале субботы, а уже на утро, когда появляется следующий уровень света, утренняя трапеза. И потом третья – это когда суббота начинает уже заканчиваться. Тогда получается сила, которая заставляет сжиматься предыдущий келим и готовится уже к следующей неделе третья трапеза. То есть, каждая трапеза, она олицетворяет собой проявление нового особого высшего света. Все три трапезы субботние, они отличаются от всех трапез в другие дни тем, что они происходят свыше. То есть, вся суббота – это как возбуждение свыше. Почему? Потому что в шесть дней в неделю мы должны работать, анализировать свои состояния, мысли, поступки. Мы должны исправлять свои келим, желания ради получения на радиоотдачу. И то, что мы можем таким образом исправить, называется шестью днами творения, потому что только в шести сферотах мы можем это исправить. Седьмая сфера – Малхут. Хагат Наи – шесть дней. И Малхут – Наим. Последний – это седьмой день. Мы там исправить ничего не можем. Там не надо ничего исправлять, там только надо не мешать. Потому что, исправив шесть сферот, мы доходим до состояния, когда седьмая сфера Малхут, их начинает принимать в себя ради отдачи. Исходя из того, что мы сделали в течение шести этих сферот, в течение шести дней. Поэтому все исправление в субботу, то есть в седьмой сфере, оно исправление свыше. То есть суммирование всех наших шести дней усилий, шести сферот. Ну, на эту тему очень много написано, это все понятно. И поэтому мы в субботу не работаем, потому что в этот день запрещено всякое исправление. То есть работа имеется в виду, когда ты исправляешь. Ты можешь взять молоток, с утра до вечера разбивать вот это здание, потеть, быть уставшим. Это не будет считаться работой. Работа имеется в виду, когда ты собираешь, когда ты исправляешь. А разрушение не считается работой. То есть понятие работы, оно совершенно отличное от нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова